Сегодня у нас 4 декабря 2015 года, находимся в Ползуново-6, город Барнаул. Это Инатьев Нашелапкин. Сегодня у нас всех вывел на утренний сбор ягоды калины. Очень полезная. Это не клубнику, землянику. Видите, какими горстями берешь ее. Вот так. То есть она застылась. Не такая горькая. Она на все годная. Исключительно ценная. Но если сейчас не собрать ее, сойки налетают здесь тучей и все съедают. А это дома мы разберемся. Из нее разные желе, квасы там можно сделать, можно пироги. А у нас есть калмобежная семена, она пирожница. Повернись-ка туда, то тебя не видно, кто ты такая. Но, видите, быстро только, пока не замерзнут сами. Он, брат Никита, наверх залез. Рассказывает, облепихивает где заросли. Люди собирали. Облепихает. А сейчас приедут, и что делают люди? Даже не додумаешься. Рубят, пилят и на боку собирают. Я подошел, говорю, вы что делаете-то? Черемку спилили и на боку обираетесь. На следующий год-то уже не будет, и горку не будет. Ну, еще что не будет. Ну и нет, еще все. Пустое место. Народ варвар. Это когда захватывали такое место, что было сказано подобные деревья, что там сделать. В Библии говорится об этом. Про тех, когда приходил оккупант. Вот. У меня неудобный тазик этот, видишь? Вот Никита там пока живет. Вот Никита трудится. Я в храме печку затопил. Он, видимо, дымится. Вот он, брат Никита, трудится. Трудится тоже. Сегодня у нас подморозило. А то все теплая погодка была. Вся семья будет, что на сбор ягод зимних. Да. Никита? Да. Ты когда-нибудь Калиново бил брал, нет? Может, в глубоком детстве, давно, когда-то. А зимой ни разу так не собирался. Ну, когда тебе было года два, наверное, тогда, да? Да. А если бы был священником, ты развелазил бы здесь? Сейчас. Да нет. Поехал бы кому-то. Сейчас пишут он в интернете. Священник Петрозаводский. Женщина переходила дорогу, он ее задавил насмерть. Пьяный. И меня спрашивает, какой ваш отзыв? Ну, прокомментируйте. А что комментировать-то? Задавили человека, нету. Надо, когда кого-то наказывают, учитывать того, кого убили. Поэтому люди понимают, что убитый, как правило, требует возмездия по полной программе. И говорят, смерть за смерть, око за око. Но мы христиане, мы не можем этого требовать. Но экономические правила гласят, что если даже священник нечаянно задавил, он лишается сана. Я считаю, что епархия приняла правильное решение. Пока его отстранить от богослужения и ждать решения суда. Ну, я думаю, это решение не совсем бедное. С ним надо переговорить. Если он раздавил, то какой ему срок дать, решает суд. Тут не надо восхищать. Суд. Главная инстанция. Ну, а служить-то явно, что уже он не будет. Эконом пьяный, стоит и... Вот. Это, главное, все на видео записано. Но это его ли машина или нет, это... Ну, бывает, и подстроить можно. Торопиться не надо. Ну, канон гласит так. Вот я беру, сколько ягод вокруг. Смотри. На полу. Какое богатое. Только начало, сколько уже набрал. Вот. В другом месте. Работают рабочие. На дороге. На дороге работают, дорогу ремонтируют. Едет, задавил двоих. Пьяный поп. Авторитета церкви никакой сегодня. Потому что принимает, кого попало. И дудят еще в свою дудку, давайте в попы. Да. Ты шесть слов Иоанна Златоуста. Прочитай священцы-то. Ты как огня будешь бояться этого. Златоуст убегал от этой должности. Ты ангелом должен быть. За тобой везде смотрят. А он пьяный. В другом месте под руки его ведут. Все это фотографируют. Все показывают. В другом месте уже православные садомитов венчают. Садомитов. Ну, никакой меры уже никакой нет. А за мной гоняются. Вам скоро не до меня будет. Уже все стоит на самой грани. И вот непрерывно везде безобразие творят. И авторитет церкви надо. Какой авторитет-то? Когда люди смотрят на нашу жизнь. Ну, вот мы берем сейчас ягоды. Еще особенного. Да ничего. Особенного. Но это означает, кто бы был рядом, мы бы ему дали. Дали рецепт. Но это можем в интернете найти. Вон она где. Сильно глуться нельзя, иначе отломится. Вот так. Закрепить его. Клужение. А суд определит, сколько ему дать. Определить ему место. Поэтому священник, если даже нечаянно сдвигал машину, а там ребенок сзади, он не видел его. Не видел, он играл. И он задавил. Уже все. Служить он не будет. Но причащаться может даже в этот день. Вот правило какое. Его надо придерживаться. Это каноническое правило. Потому что иначе два наказания. Если губернатор это задавил, с него... Ну что, посадили его. Он вернется, пять лет пройдет там, где суд назначает, не занимать начальствующую должность. А потом он может. А священник сам снимается навсегда. Сам не возвращается. И поэтому за одно преступление два наказания нет. Это говорит Библия. Видите, в церкви каноны это все учитывают. Два наказания нету. А тут наказание сняли сам. Да еще и причащаться нельзя. Даже удивительно как. Даже священник замешан в смертном грехе. Сам снимается, а причащиться может. Как будто несправедливо. Но канон гласит так. И очевидно, что по-другому нельзя было. Женщина если пойдет в прелюбодеяние, там допустим десять лет. Мужчина там семь лет. А правило Василия Великого. Его говорят несправедливое правило. Какая разница. Один грех. Он говорит несправедливо. Но по-другому пока нельзя. А женщина не равна мужу. От мужика прибыли никакой нету. Как крейсера Саната у Льва Толстого написано. Женщина очень уязвимая. Поэтому как ее надо беречь. Грешат двое. А горькую полынь глотает одна. Песня даже поется. Одна. И поэтому во всяком деле, я стою тут, не беру. Тоже нехорошо делаю. Говорит-то говорю, а надо брать. Видишь, он наронял. Но мы сейчас все-то не доберем. Написано, до вершины не добирай. Оставляй странникам. У нас странников нету. Просто мы ленивые. О, а как по-другому. Холодно. Бензовая температура. Сегодня куржавки. Видишь, как прикрыло их. Вот налетят они, сидят. Это я попутно сказал. Ты был священником, ничего этого не было. Поэтому священников надо предупреждать. Как сам принял с машины, чтобы на машину не садился. По-другому их не спасти. Нечаянно задавил где-то. А как так? Я говорю, идеально как. Был, чтобы у тебя брат с вас, жена за рулем сидела, но не ты. Для священников один выход. За руль не садиться. Все. Как только руку положили, а приехал на машине на службу. А обратно, чтобы ехала уже жена или сын, или брат сватку, мать, теща. Вот по-другому никак нельзя. Когда говорят... Даже везде есть поговорки, надо прислушаться. Говорят, какое самое большое наказание двоеженцу. И ответ один. Чтобы обе тещи жили в одном доме с ним вместе. Большего наказания придумать, говорит, нельзя будет. Я собачку уже накормил. О! 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 Если бы ведро-то у меня рядом было, я бы сейчас... Ведро сразу... О! 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 Убили, стреляли парашютиста. Но Итён-то летел-то не с пирогами. Этого почему нигде не поминают? Он уже отбомбился. Он отбомбился. Но жулик, если идёт, не надо только равенство делать. Убил кого-то идёт. И теперь он не убивает. Он же идёт уже. Он ракеты пустил. Идёт домой. Его сбили. Дальше-то события идут из того, что он полетел. Не полетел бы, было другое. Видишь, Никита как у нас? Собирай. С той стороны хорошо подсунь, поднись. Везде надо смотреть первоначально. А кто будет защищать? А Гитлер пришёл. Да он бы не родился. Гитлер не родился бы, если бы мы жили праведно. Просто его не было бы. А раз мы грешим, поэтому Господь допускает, чтобы он зачался. Чтобы оплодотворилась его мама. И чтобы он родился и пришёл к нам на помощь. Какая помощь от него? Гитлер помощь. Помощь. Многие стали Бога искать. Помощь только в этом. Потому что эта жизнь не для того, чтобы Родина, патриотизм. Нигде Христос не заповедовал эти слова произносить. Если бы думали они о земном отечестве, постании к евреям, то имели бы время возвратиться. Мы говорим Отец Небесный. Что-то не сделать фильм «Зона» есть, когда там бунт они подняли. А там Светлана Адольфовна хотела по-своему. Он говорит, ты ещё не знаешь. А кто туда бросил далёку, полетела? Как из лука. Никита, а ты отпустил? Нет. Через голову, вон куда улетела красная. Метрах 10. Заберём. Берём калину-малину. Там решают они эти тараны. Надо прислушаться, чего они хотят. Можно ли нету ступить. А начальник тюрьмы, он говорит, а значит что, водить надо. А эти сейчас отмолотят, придут. Ну а дальше-то они выходят на волю. Разбомбить это один вопрос, дальше-то как жить с ними. Почему они сказали, нигде я не прочитал, что бомбят, я ничего не против. Чтобы меня не обвинили в экстремизме, в пособничестве ЕГИЛ, запрещенной террористической организации. Почему не послали к ним с какими-то там товарами, чтобы проповедники шли. Уже упущено всё, но попытка-то не пытка. А мне бы сказали, поехал, поехал хоть сегодня. И вот точно знаю, что зарежут, поехал бы. Прямо сегодня встал бы и поехал. Потому что Бог делает, располагает. Бывает, обращается старший от него помощник, как у Георгия Победоносца. Но даже попытки не делает, только убить. А убить и погубить, это же совсем и не выход даже никакой. Надо держать одновременно и срывать. К себе прижму ягоды, вот и останется. Говорю, на выдумку нет. Вот мы сегодня берём. Почему раньше не взяли? Вот пришли несколько. Она горькая, её трудно брать, она течёт по рукам. А во-вторых, ещё и мороза такого не было. Ну, надо учитывать то, что мы ленивые, вовремя не пришли. А птицы-то начали сверху молотить-то. Вот и мы тут сподобились. За птицами выбираем, а не за нами. Ну, здесь всё так интересно. Живут как-то скучно прямо. Вот дай, дай, дай у Бога. Что значит дай? Ты не знаешь, что из этим будет. А благодари Бога. Ищут чудеса. Чудеса одни, что Христос воскрес из мёртв. Как Иона был во чреве, говорит. Другого вам не дастся. Вот так. Ну, что, мы перейдём скоро на другой пуст. Войдя же Васильевне. А Никита, отбери здесь вверх. Вот. И вот Сибирь богатая какая. В среде зимы берём. Я как-то ехал в Потеряевку, ещё раньше. Потеряевку не строили-то. И еду, с собой везу косу, литовку называется. Косить-то. А куда это среди зимы? Камыш косить. Да какой камыш-то сейчас? А его как раз и косят, когда застынет. И тогда она ровно, так в воду ты не залезешь. А поверх воды он наклоняется. А когда он застынет, каждый торчит из-за льда. И тогда по льду его косить. И среди зимы еду косить. Вот когда застыло уже, ходить можно. А зачем? Потому что он пустотелый, он тёплый. Он годится на строительство. Стены, маты из него делают. Но мы детский лагерь, для детского лагеря. И люди смотрят так удивлённо. Среди зимы едет бородатый дядька косить. Косить. Ну и мы от работы-то не косили, а косим-то всё надо. Я попутно хотел сказать. Косил у нас в деревне Игорь Барабаш, староста. Он трудяга-трудяга, трудяга. Прямо самый, можно сказать, трудолюбивый, каких я знаю. Но очень любопытный. А любопытство разное бывает. То есть интересующийся. Вот он обратно, на лошади у него своя лошадь. Он накосил, всё как надо, застыло. А там у нас маленько, как ручей, идёт. А он идёт, смотрит, а щука рядом уткнулась. Он её руками поймал. Ну а мороз, вот дальше-то ещё было, ты никогда не додумаешься. Он эту щуку-то взял, посмотреть, какие зубы-то. Она его за нос. Из рук она скользкая, она вырвалась и за нос его. Он её отнять никак не может. У неё зубы, вот так, как крючки нигде-то. У него что, кровь течёт, слюни сопли, течёт, всё застыло. На бороде его жена не узнала-то. Ну как-то, видимо, он её снял всё-таки. Вот. У него как-то так бывает. Один раз мы обедаем в столовой-то. Глядим, идёт человек. Страшный, грязный. И за ним идёт следом телёнок маленький. Уже вплотную почти подошёл, мы не узнали. Это Игорь идёт. Он пошёл посте, а у нас был бык, ёк, шишце породы. Бык, породистый, английский. Мощный такой. И идут посте, с собой ни палки, ничего не взял. Сидит там, книжку читает. А бык-то за коровой там ухаживал. Показал, что он у него соперник. Обычно так бывает. И он его бык повалил и начал его катать. И вот рогом как заденет, а земля, трава, он рог туда, вот сюда вот. И туда вся трава в тело, в тело. И с этой, где у него там было там, в мякоть в эту, с травой, грязь. Но он как-то от него там отбился. А у телёнок был ручной у него такой, к нему. И он пошёл, и телёнок за ним идёт. Так сколько его лечили. Вылечился. Другой там ещё какой-то случай. И где бы ни было, как дядь щукарь. Он везде, говорит, какой бы кобель ни бегал, на него натолкнётся. И едет. А там, я, может, маленько неправильно, а там третий случай там сказать. С вороной летают. А что они, вороны, летают-то? Раз на одном месте, значит, что-то есть. Он решил посмотреть. Подошёл. Сдохла лиса. И, видимо, он трогал её. А лиса разносчик бешенства. Вот дальше я не знаю, что было. Чуть ли не на укол он нарвался опять. Вот он не хочет этого. Он добрый-добрый. Но у него вот так вот как-то получается. Он всё испытывает на практике. Он знает, как щука кусается, как выгодободается. Как мёртвая лиса может отомстить. Вот говорят, в деревне какая скукота. А к нам приехал Быков. Я попутно всё говорю. Быков, значит, Дмитрий Львович, писатель. Он очень известный такой, пузатый. Ну, не из-за того, что из-за этого-то. Но он сам говорит, батюшка ему говорит, что ж такое живот отросил. Говорит, мы разные. Говорит, нет, не разные. Мы, говорит, делаем себя такими. И вот он приехал в Потеряевку. И у вас такая скукота. Да, когда узнал, как мы живём, каждое воскресенье мы собираемся. Много фильмов. Грибы собираем на рыбалку, на лодках катаемся. Так у вас, говорит, ещё интереснее. А в городе-то у тебя ничего этого нет. Мы идём по ягодам. А куда ты пойдёшь по ягодам? Мы поля, цветы, травы. У нас всё интересно. Это мой участок. Живём мы здесь. Знаете, я пошла, у меня руки замёрзли, я не могу. Я и знал, что ты замёрзли. Я-то ранее сказал. А у меня они замёрзли. Я же предупреждал. Иди. Мне этого хватит. Надень рукавицу. Зачем сняла-то? Так у меня... Она мокрая. Хорошо, а зачем такие? Почему такие рукавицы не надела? Зачем ты отдельно пальцы друг от друга? Так а где? У меня нет таких. Приди, я тебе подарю. Иди. Быстро переоденься и приди. Мухлюешь-то, но работать неохота. Посмотри, какая... Какая это... Ел ёлка, я боюсь, что её к Новому году залезет, кто-нибудь покушку может спилить. Берёзы. Это я не садил. Это то, что я здесь получил. О, сейчас собачки сходим. Пойдём, положим в такой гарминке. Я её кормлю всё время. Очень хорошая собака. Интересно, как она наклоняется, собака, и как будто бы стесняется. Она вот такая... Рангучья. У меня специально здесь лежит, прикрыто от этих. Вот, видишь, что-то из следов это... Они у меня воруют птицы, сорокиков. А это мясо у меня. Я для собаки специально спрячу. Давай, покажи уже сегодня. Ну и всё. Что-то подожди. Дружочка моя, дружочка. Ой, 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 глядь, как голова-то у неё. Как она стесняется. Да она стесняется. Да такая ласковая. Она вот обойдёт вокруг, вот как человек, вот так потихоньку-потихоньку. Ну чё, ну... И вот туда никак не заходит ко мне. Вот не пойдёт. До того она культурная. Смотри, тут всё, бери, мясо, мясо, бери. Ох ты, ой, 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 я тебе ещё дам. Смотри. О! Давай, бери. Она хорошая собачка. Она сытая такая. Был у неё хороший дом здесь. Ну, с дороги не уходил. Вот она играет. И... Вот, види, какая толстая эта. Я одна же загадку загадал. Говорю, у меня знакомая одна есть. И она меня очень любит. И она сопровождала. И с ней, я говорю, охранников, человек... Это штук десять. Как такое? Я говорю, я иду, они все вокруг так меня идут. Она гулялась, собаки, кобели за ней-то. И она идёт около меня, а они вокруг. Ой, а мы думали, в самом деле, как Путина охраняет вас. Я говорю, всё лучше. За Путиным охотятся, а я вверх никому не нужен. За Путина надо молиться, чтобы Господь сохранил его. У него много врагов. Много очень врагов. А мы-то никому не нужны. Кому не нужны. Вон, сейчас. Пошли сюда. Берём. Никита, если не замёк, мы просто на этом жили. Вот. Ну, смотрите, сколько ещё. Вот это да. Смотри, за раз сколько сорвал. Ой, ой, ой. А вот здесь на дереве я навешал для жуланов мясо. Сорока сорвала вот тут один. А это вот мясо у меня, видишь, как привязано. Вот оно, четыре места. И, ну, сидят жуланчики вокруг, крутятся вот так. А это, видите, как выклинано. Это сороки прилетают, клюют. Но снять никак не дают. Через стекло не видно. Шторка там чуть-чуть шевельнётся, сразу улетают. Видишь, охота всё показать, как хорошо жить в деревне. А я в городе, но это как в деревне. Рядом вот ещё вот. Это мне Господь дал за то, что когда я освободился, и за то, что у меня изъяли фанатеку, и 11 лет шёл суд, я выиграл. А ответчиком сделали не КГБ, а городскую администрацию города Барнаула. Ну, я тогда сказал, стоимость погасить можно недвижимостью. И вот нам это место отдали. Вот отдали. И, конечно, они предлагали вначале на 50 лет аренду бесплатную. Я говорю, вы что-то ли дурю маетесь. Так же так. Я буду здесь что-то строить, делать, и каждый год понимать, на 50 лет я не проживу. И оставляю никому ничего. А здесь я сделал завещание. Помог мэр города Баварин, прокурор края Параскун. Ну, то есть люди хорошие. И вот теперь я живу здесь. Это центр, центральный район Акала-Аби. Чудо, какое место красивое. Сухое. Рядом ненарёк от рамка. Ох, дым-то какой идёт. Это Володя Потаплят. Да, брат, да, брат. Храм у нас здесь находится. Храм это не тот, где крест, а где есть алтарь и где совершается литургия антиминс. Храм определяется только этим. Вот какое. Сколько я рассказал вам сегодня. Ну, маленько что-то упадёт. Что-то птицы соберут. Всё понятно. Что-то никому не достанется. Сбору. Вот так. Вот сколько вокруг следов. Надо во всём видеть милость Божьей. и Бога прославлять. Смотри, какая ягода крупная. Крупная, да много. Рванул. И полная горсть. Пожалуйста. Вот она где. Гляди какая. Ого-го-го-го. Уже скоро полную наберу. Теперь надо определить её, чтобы она не пропала. А то года два назад я набрал больше ведра. Простояла до весны-то. А весной уже и скинули. И она горьковатая. Она говорит, Калина, ой, я хороша с мёдом. А мёд говорит, я и без тебя хорош. Я слышал такой рассказ. О, смотри. Вот это да. Какой богатый край. Алтайский край. Вот так. Никита, скоро вам наработаете. Давайте. Смотри, что делается. Ой-ой-ой. Уже Игорь звонил. А? Уже Игорь звонил, говорю. Звонил. Беспокоит Савва. Да. Ну и правильно. Так, Никитушка, давай поскорее. У Никиты уже замечаний мало. Вот я бы им не занимался, ещё бы такой он и был оставался. А сейчас он маленько уже обтирается. Пообмяк. Потому что я занимаюсь день и ночь ребятами. Ничего не таим. У нас всё открыто. От чердака до подвала всё показываем. Где голуби, где кошки. Люди всё ещё таятся, боятся. А мне нравится Рамзан Кадыров. У него с собой несколько съёмщиков. Всё время везде всё снимает и везде всё интересно. А вон, птички какие-то. Ух, вот они летят где. А кто? Голуби. Голуби, да? Это голуби дикие. Ну, дикари называются. Они не дикие, но они на самом-то деле дикие. Дикие – это голуби. Видите, они там в лесу живут. А это при людях. Вот так. Смотри, как приспособился. Ещё маленько да и уйдём. Потом ещё раз можем зайти. Я сказал, сегодня я покажу. Ягоду собираю. А кого хотели бы? С кем переписывать? Хотел, чтобы все были. Но в первую очередь Сергея Козлова. был бы он здоровый-то. Но пускай смотрит и радуется. Он очень к нам расположен, а мы к нему. И у нас прекрасные отношения такие. Я везде, где бываю, Сергея вспоминаю. Был бы он так, ну, ну, что сделаешь? Пускай смотрит и радуется. Мы тоже не везде можем быть. Смотришь и радуешься. Так, Никита, власть. Сюда. Все. Уходим. Все, Володенька, благодарю за все. Угу. Соглас. Вот так их берем. Вот так. это из полыни. Вот. Видите, как в деревне интересно все. Все интересно. А в городе что? До травая сел, ничего, все чужое. А здесь все свое. Кабель идет туда, там, зажечь. Этот второй кабель у меня идет к верху, вот он идет, голубям. даже все по-другому. Вот сколько складов, скалов. Вот два склада здесь у меня. Вот один большой склад. Вот он где. Такой большой склад. И там еще два склада, пять складов. Это Бог так сделал. Вот какая большая, мощная стена мандры. Мандры это архимандрит. Я как архимандрит здесь. Вот здесь была станция спасения на водах. Вот свод называется. Ну и вот ее отдали. А тут были так называемые афганцы, ну, кто на Ваганистане. Калейки. Они тут недавно ремонт сделали, ворота поставили и вдруг у них отнимают. Они тут собрались на костылях да как. А был помощник у Баварина Владимира Николаевича мэр. В лучшую десятку мэров в России сходил. И он общинник Владимир Петрович. Он приехал и говорит ребята надо отдать. Это государственная необходимость. Они ничего не поймут. Вам лучшее место. Ну им дали лучшее там где-то говорят. Лучше дали. Их не обидели. Ну а мы тут пищины всякие приходили ночью. никого не пускал. Ну и все так и прошло. Через забор лезли. Потому что тут были у них сторожа и какие-то бомжихи тут приходили. Гляжу через забор кто-то перелез. Пришли откройте мы пожарники у вас труба что-то не так. Я говорю я сам пожарником командир пожарного отделения работал на перевалочной нефтебазе в городе ушли. То есть все время пытались кто-то проликнуть. Ну умолились освятили тут все Бог милует. Видишь как горит. Слава Христу!